Каталония объявила о независимости, однако вступление и решение в силу решили пока отложить, чтобы провести переговоры с Мадридом. Испания же требует от каталонских властей уточнить, была ли все-таки создана республика или нет. О хитросплетениях каталонского кризиса узнаем от Алексея Пшемыского. Событие, которого здесь ждали последние две недели. Президент Каталонии Карлес Пучдемон наконец-то выступил перед парламентом, представив результаты референдума. Это исторический момент. Как президент Каталонии я представляю вам результаты референдума и полагаю, что они дают нам право объявить о создании независимой каталонской республики. За происходящим через огромный экран на площади возле парламента наблюдают тысячи людей. Заявления Пучдемона встречают овациями. Ликуют и депутаты, однако Пучдемон перебивает овации. Я прошу парламент временно приостановить вступление этого решения в силу, чтобы мы могли в ближайшие недели провести переговоры и найти выход из этого кризиса. Новая страна на карте Европы не появилась. В Барселоне ни празднований, ни ликований. Решения каталонцы не поняли. Сколько это еще будет продолжаться? Недели? А что потом? Вернемся назад к стачкам или к чему? Я не понимаю. Все очень обеспокоены тем, что будет дальше. Теперь все еще хуже. Договориться будет еще сложнее. После того, как наше правительство объявило о независимости, это точно не поможет переговорам. Не поняли решения Каталонии и в Мадриде. После экстренного заседания правительства премьер-министр страны обратился к президенту Каталонии. Мы требуем от руководства Каталонии объяснить, все же объявили они независимость или нет. Требуем разъяснений перед тем, как прибегнуть к статье 155 Конституции, чтобы донести это до людей. Статья 155 дает Мадриду право лишить регион автономии, а правительство отправить в отставку. Возле здания правительства Каталонии до сих пор десятки журналистов со всего мира. Все ждут ответа, так была независимость или нет. Однако здесь пока что молчат. Ведь теперь и да и нет может означать для Карлиса Пучдемона отставку. А значит и ответа можно ждать долго, как и решение каталонского кризиса. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.